МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Говорится в статье. На нефтяные доходы приходится примерно 90% всех поступлений, и головокружительное падение цен на черное золото оказывает огромное давление на финансовую систему страны. Продолжающийся спад цен на нефть заставляет Саудовскую Аравию экономить все сильнее, а также приходится возвращать в королевство десятки миллиардов долларов, которые хранятся за рубежом. Саудовская Аравия уже вывела около 70 миллиардов долларов, которые ранее были инвестированы по всему миру с помощью управляющих компаний. Рейтинг бренда «Казахстан» поднялся за год на одну позицию по оценке британской компании «Бренд Финанс». Из сотни стран, вошедших в список, Казахстан занял 44-е место, улучшив свой прошлогодний результат на 6%. Лидером рейтинга страновых брендов в очередной раз оказались США. Вторую строчку занял Китай, при этом разрыв с лидером оказался довольно значительным. Россия опустилась сразу на 6 позиций и теперь занимает 18-е место. «Бренд США» был оценен почти в 20 триллионов долларов. Оценка включает в себя самые разнообразные показатели, такие как валовый внутренний продукт, инвестиционную привлекательность, бизнес-климат и другое. Стоимость украинского бренда упала максимальными темпами среди всех стран мира – на 45% до 44 миллиардов долларов. Лидером роста стал Иран. Стоимость его бренда взлетела на 59% до 159 миллиардов долларов на фоне успехов переговоров по ядерной программе страны и перспектив отмены санкций. Куба, также вставшая на путь нормализации отношений США, пока не вошла в топ-100 рейтинга. Однако аналитики выразили уверенность, что это случится уже в 2016 году. В пятерке стран с наилучшей динамикой компанию Ирану составили 4 африканских страны бренда – Камерун, Танзания, Кения и Замбия. Авиакомпания «Сингапур Аirlines» восстановит самый протяженный в мире беспосадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Как сообщает Bloomberg, это произойдет в 2018 году. Длительность полета составляет 15 тысяч километров, а расчетное время в пути – 18-19 часов. Рейсы будут выполняться самолетами Airbus A350, которые спроектируют специально для этого маршрута. В них используют композиционные материалы, что позволит уменьшить вес самолетов и расход топлива. Количество места в новом самолете не уточняется. В предыдущем лайнере A340 располагалось 100 пассажиров бизнес-классом. Предполагается, что количество посадочных мест будет уменьшено. Беспосадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк закрыли в 2013 году. В авиакомпании поясняют, что он был очень популярен, прежде всего среди бизнес-туристов. В перспективе будут разработаны другие направления беспосадочных рейсов до США. Даже в больших японских городах, таких как Токио, в транспорте и на улицах всегда можно встретить детей, идущих в школу или магазин без сопровождения взрослых, самих по себе, в одиночку или небольшими группами. Почему родители не боятся отпускать их одних? Дело не в низком уровне преступности в Японии и не в прочности родительских нервов, объясняет публикация в журнале «Атлантик». По словам культурного антрополога Дуэйна Диксона, посвятившего японской молодежи свою диссертацию, прежде всего дело здесь в групповом доверии. Цитата. Дети рано усваивают, что в идеале любой член общества может быть призван на помощь окружающим, цитирует Диксона «Атлантик». Групповое доверие поощряется и в школе, где дети по очереди дежурят в столовой, на раздаче еды и уборке, и таким образом не ждут, что за них эту работу сделают другие. Каждый член сообщества принимает на себя ответственность за среду, в которой он обитает, и на собственном опыте осознает, каких усилий стоит убрать кем-то оставленную грязь. Около половины всех перемещений по Токио совершаются с помощью общественного транспорта, еще четверть пешком, а частный транспорт используют лишь в 12% случаев. Из-за этого водители Японии привыкли уважать на дороге велосипедистов и пешеходов, отмечает «Атлантик». Предоставляя детям свободу перемещений, родители выдают кредит доверия не только своим чадам, но и обществу в целом, завершает статью издание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова